Это мини-городок на Красной Поляне. Несколько многоэтажных домов возведены перед зимними играми, где в период проведения международных соревнований жили волонтеры. Сейчас заселяются новые жильцы. Только сотрудникам полиции выделено 90 квартир. На сегодняшний день на территории города Сочи имеется специализированный жилищный фонд Главного управления МВД России в количестве 207 квартир. Это поселок Веселое, поселок Красная Поляна и поселок Эстасадов. Данные квартиры предназначены для предоставления сотрудникам МВД по городу Сочи и сотрудникам Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, дислоцированных на территории города Сочи. Сергей Лукьянов, старшина полиции, сегодня привез семью на поляну. Это раньше сюда они приезжали как на экскурсию. Теперь в живописном месте получили служебное жилье. Здесь, во-первых, очень просто красивая природа, воздух хороший, действительно хорошая инфраструктура развитая. Насколько я знаю, здесь очень хорошие школы и детские сады. Так что действительно есть возможность пойти с детьми и устроиться на работу также к жене. Сергей работает в Хостинском районе, но ради собственных метров. Готов дольше добираться до работы. Главное, что у семьи есть теперь простор. Трехкомнатная квартира, большая кухня и прихожая. Сын и дочь уже выбрали себе комнаты. Ну а главным атрибутом новоселья, конечно же, стал праздничный торт. То, что у нас было там в селе, где мы жили раньше, вообще не сравнить. Новое все, большое все, вообще отлично, нравится. Окна выходят и во двор, откуда легче наблюдать за игру детей. А в отличие от побережья, снега здесь зимой будет предостаточно. И открывается вид на красивейшие горы. Я говорю, до сих пор еще пока не верю, что появилась квартира. Больше всего радует определенность, признается Сергей Лукьянов. И бюджет семейный начнет расти, и мыкаться по съемным квартирам теперь не надо. В Сочи все сотрудники полиции за счет построенного жилищного фонда будут обеспечены ведомственным жильем. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.